Всем привет, друзья! Сегодня у нас четвертая серия песни о Красном Ниле, и мы вместе с Самоном поехали в одной колеснице в город, где бушует какая-то ужасная болезнь. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Ставьте лайки, подписывайтесь, если вы этого еще не сделали, и, пожалуйста, не забывайте написать комментарий после просмотра. Спасибо вам и погнали! В фивах начинается двойная жизнь. Днем работа на охотников, а ночью новые заказы. И это не сулит ничего хорошего. Глава четвертая называется «Земля солнечного бога». 321 год до нашей эры. Фивы, Древний Египет. Ближе к закату они прибыли в Фивы. Солнце медленно опускалось за горизонт, оставляя вдоль него розовые всполохи. Кортеж миновал центральную улицу, местные едва не сворачивали шеи и силе срассмотреть его. Люди фараона, лошади, яркие колесницы. Все это было редким зрелищем. Эви стала не по себе от мысли, что на нее так таращатся. Всякое новое лицо всегда выделяется. Теперь она при всем желании не смогла бы раствориться в толпе. Потому что едет с аманом, ну конечно. Отряд остановился на окраине города, там, где заканчивалась плотная застройка и начиналась растительность. Среди зелени и пальм виднелось небольшое поселение из 10-15 маленьких домиков. Здесь и будет жить отряд фараона. Прежде чем они принялись разбирать свои вещи, аман подозвал всех к тебе. Сначала послушайте меня, а потом к своим делам вернетесь. Не больше 40 человек. Один наставник, 10 лекарей, 3 писаря, четверо пекарей, ткачиха и охотники, среди которых нашлись и дельные ремесленники. Из отряда можно было собрать небольшую деревню. Все сейчас выстроились перед аппестатом. Путь был долгим и утомительным. Займите свое жилище и отдохните. Как наберете сил, я вас распределю. Он выбрал одного из охотников и назначил его Омда, смотрителем поселения. Тем, кто будет следить за порядком. Советую запомнить важное правило. Местную еду не пить и не есть. Трапезничать будем только внутри нашего поселения. Есть из нашей посуды, приготовленная нашими руками. Воду, ткани и припасы будут привозить регулярно, раз в 7 дней. Не покупайте ничего на рынках. У нас есть Нейт, она ткачиха. Дея повернулась к Эви. Ему боязно, что заразимся? Думаю, да. Он просто сам не знает, откуда исходит опасность. Это чтобы мы не болтались, где попало. Мне кажется, он сам не знает, откуда исходит опасность. Потому что если бы они знали очаг, то они бы его как бы сразу кирдыкнули, чтобы не было больше заражений. Поэтому исключает возможные пути заражения. Кто-то из отряда спросил. Если местная еда может быть заразна, почему бы нам самим не доить скот и не рубить его? Выпекать хлеб? И чтобы фиванцы не прикасались к этому? Он стоял недалеко от Эвы, поэтому она спокойно ответила так, чтобы слышали все. Скот тоже заражен. Пассивы гибнут. Если корова страдает черной хворью, то молоко и мясо будут погаными. А если родит теленка, то и он больным окажется. Парень с конфужина промолчал, а остальные вокруг закивали. Правильно. Спасибо, Аман. Ты узнала о болезни больше и использовала эту информацию. Держать свой скот мы тоже не можем. Его надо поить и кормить, а мы ограничены в провизии. Ступайте к смотрителю, он покажет ваше жилище. С этими словами Аман подхватил свои вещи и направился к самому крупному дому в поселении. Даже не будь он и пистатом, ему нужна хижина побольше. Ну серьезно, он же не влезет в обычную халупу. В маленькую непротиснется. Да, мы с Эвой понимаем друг друга. Стоит, улыбается. Вещи кто разбирать будет? Господи, Тизи, Аман, тебе-то что? Господин, никак помочь мне хочешь? Вещи донести? Хочу, чтобы ты не стояла тут, как тростниковый стебель, и не мешала всем. Проходя мимо, он легонько подтолкнул Леву спину в сторону домов. Да в чем твоя проблема? Может быть, Эва ему нравится? Ну серьезно, чего он к ней пристал? Вскоре их стали распределять по хижинам, когда очередь дошла до ИФТ и ДИИ, Келодон, смотритель деревни, нахмурился. Так, теперь вы и девушки. Опустив взгляд на папирус, он кивнул. Осталась вот эта простенькая. Он нахмурился и добавил тише. И еще два получше. А что это значит? Для жен вельмож два дома готовили, но одна приехала сюда раньше нас, заразилась и умерла. Вроде сестрой жреца уважаемого была, а вторая, узнав об этом, отказалась ехать. Нам надеяться на твою щедрость или хочешь, чтобы мы заплатили? Мне кажется, он хочет, чтобы мы ему что-то дали. Ну, нам надеяться на твою щедрость? Желаешь подобрать все душевные нас в хороший дом заселить? Нет, я очень добрый. И заплатить предлагаю совсем немного. Ну, конечно. Эва и Дии переглянулись. Давай хоть взглянем. Давайте посмотрим. Что-то как-то свечи опасно горят около кровати. Ну, второй дом уже как-то выглядит по-богатше, по-красивее. Только я вижу одну кровать. Мы с Дии вдвоем на одной кровати спать будем? Вау, третий это что-то прям вообще, как будто там фараон сам живет. Давай, не хочу с насекомыми обитель делить. Так, у нас есть что? Простая хижина, добротный дом, 31 алмаз и обитель вельмож за 51 алмаз. Слушайте, ну, блин, придется раскошелиться, потому что я хочу жить в самом лучшем доме. Вот, все. Теперь мы будем с вами прямо лучше, чем и пистаджить. Кто здесь должен был жить? Фараон? Сказал же, жреческая сестрица. То есть, это жилище мертвый? Эва пихнула подругу в плечо. И за сколько поселишь сюда? Ну, возьму не много и не мало. Ясно все. Ну и хорошо, много я все равно платить не стану. Договоримся о цене? Договоримся! Девушки стали раскладывать свои вещи и выбирать себе постели. Вас поселили в красивый дом лучше только у самого и пистада. Ну, я же сказала, что мы должны жить в лучшем доме, поэтому давайте просто переедем к и пистаду, а его переселим сюда. Сначала Кэл хотела отправить к ним и Рэймса, ссылаясь на то, что все трое писари. Однако Аман не позволил селить юношу вместе с ними и отправил его к охотникам. Я вот что-то не поняла, в нашем доме одна спальня или нет. Просто если три спальни, то жить с Рэймсом вполне нормальная тема, ведь мы реально все из одной как бы шайки-лейки, но если тут одна комната и мы все вместе должны спать, то Аман был прав. Дело плавно подошло к ночи. Завтра похожу по городу, хоть посмотрю на него. Блин, такая прикольная ночнушка у Эвы. Послушаю, о чем местные беседы ведут, что о черномагах говорят. Мясо уже сладко растянулось на кровати Эвы. Красавица, я тебе не мешаю? Мяу. Раз постель твоя, мне на полу лечь? Эва опустилась рядом. Кошка, не обращая внимания на ее возмущение, уютно свернулась под боком. Дия, готовясь ко сну, вдруг выудила небольшой бутылек. Некий бутылек с красной жидкостью. Что это у тебя? Где? Дия сжала пальцы так, чтобы скрыть его. в руке, блин. Ничего мне показалось. Дурочкой прикидываешься. Ну, ребят, если честно, я не совсем понимаю, мы с Дии лучшие подружки или мы просто учимся вместе? Ну, как бы, это же ее дело, что она там пьет? Может быть, это снотворное или еще что-то? Не знаю, мне показалось, наверное. Устала. Мирной ночи. Ну, реально, если бы она захотела, она бы рассказала. Она что-то спрятала и не признается. Отвернувшись, Дия укуталась в простыню. Что она там пьет тайком? Эва голову ломать не стала и улеглась следом. Ей хотелось поскорее уснуть. Черномаги снов не видели, и, вероятно, то было величайшее счастье. Она провалилась в блаженное небытие. По утру к ним заглянул Реймс и пригласил Эва прогуляться. Дия до сих пор спала и не хотела подниматься, поэтому они решили пойти в город вдвоем. И в Тида поспешила собраться. И теперь мы наденем с вами... Слушайте, красиво выглядит даже бесплатный наряд. Вот прям... Синее одеяние, ребята! Просто, блин! Она выглядит как королева. Вообще шикарно. Просто ребята из клуба романтики, которые... Я не знаю, кто вы. Дизайнеры одежды? Ну, реально, очень крутые вещи. Прям... Муа! Как говорится... Желтое одеяние, оранжевое... Взять все? Нет, давайте синее одеяние возьмем. Ей синий цвет прям вот идеально подходит, особенно под тени. Может, еще что примерить? Да не, не хочу больше ничего. Собрать волосы? Угу. Так. Гладкие волосы, заплетенные волосы. Ну, пусть будут гладкие волосы. Красиво выглядит. Прям реально все очень роскошно. Вы знаете, вот серьезно, если эту историю перенести на реальность, но Эпистат не мог не влюбиться в такую роскошную нашу героиню. Ну, согласитесь, ну, она и красиво одевается, и прям вот вообще просто вся такая супер-пупер. Так, еще мы браслеты надеваем. Так, есть простые браслеты, есть браслеты с камнями, а есть золотые браслеты. Давайте возьмем браслеты с камнями. Они, конечно, по цвету чуть-чуть отличаются от одеяния, потому что такие слишком лазурные. Ну, пускай будут. Красиво все равно. «Иди уже, шумишь!» Сказала Дия. «Почему ты до сих пор спишь? Уже полдень скоро!» Подруга промолчала и отвернулась. Но не хочет говорить. Как хочет. Перед тем, как идти гулять, Эва и Рэмс стали обедать. В городе они не смогли прикасаться к еде и воде. Им подали кувшин свежего пива и тушеные овощи с лепешкой. Я вот не понимаю, пиво было алкогольное в плане? Они что, типа, каждый день алкоголь пилили? Или чего? Они не успели ни кусочка в рот положить, как рядом возник наставник. Где третья? Спит. Собираетесь куда? В город. Рэм скосил взгляд сначала на одну, затем в другую сторону, проверил, не слушает ли кто. Тихо добавил. Ведите себя нормально, ничего вызывающего. Делайте все, что прикажет Эпистат. И никаких глупостей за моей спиной, иначе сам убью. Сначала прижиться надо, присмотреться, потом все остальное. Без лишних слов наставник удалился, и Эва и Рэмс переглянулись. Рэмао пребывал в своем обычном расположении духа. Я думал, что мы погуляем втроем. Странно, что Диа до сих пор спит. По-моему... Она напилась вчера чего-то. Я видела, как она прятала какое-то снадобье. Рэм отбрекся от еды и нахмурился. Диа что-то выпила? Я этого не видела, но она сврала, когда я поинтересовалась. Не слабо я ее сморила. Может, дело в ибоговой ибоговой настойке? Что? Я вистала нехорошо от подобной мысли. Зачем ей это делать? Брат накануне сказал, что его запасы расходуются быстрее, чем положено. Подумывал, виновника искать. Ага. А-а-а. Это какая-то настойка для сна, наверное. Слушайте, красивые картинки прям. Настойка ибоги, отвар оранжевого или красного цвета, о котором было известно лишь немногим. Старшие черномаги использовали его для обучения о нейромантии. Младшим нужно учиться проникать в сновидения и работать с ними, однако на обычных людях это делать тяжело, слишком великие риски. Поэтому шезму тренируются друг на друге. Однако, начав обучение, они переставали видеть сны. И старшие решали этот вопрос отваром. Ой, как красиво. От пары глотков ибоговой настойки в голове возникали яркие образы, видения, сознание дурманилось, словно это был сон, и в него получалось заглянуть. Пока один она и роман топаивал себя и бредил, другой мог проникнуть в его сознание, взаимодействовать с фантазией. Слушайте, прикольно. Но это явно что-то из серии запрещенки. Поэтому наставник был недоволен тем, что Эва не смогла проникнуть в сон, а задремала сама. Дия зря добилась настойкой ибоги. Думаешь, Дия пьет ибоговую настойку просто так? С чего ты это решил? Брат говорил, у некоторых аней романтов возникала зависимость после обучения, они продолжали ее принимать. Это как-то расслабляло их, они привыкали к видениям, тосковали без снов, может. Им нравится состояние, в которое они впадают. Но Дия спит, как убитая до обеда, и практикует направление аней романтии. После занятий по аней романтии мы всегда много спим, наше сознание измождено после ибоги. Ее неприятно кольнула жалость. Как давно это с Дией? И почему Эва не замечала? Ты можешь ошибаться? Могу. Реймс пожал плечами. Ребята принялись обедать, после чего поднялись со своих мест и направились в город. В центре фиг было многолюдное шумо, торговки горло драли, чтобы привлечь к своим прилавкам как можно больше внимания. Знатные вельможи присматривали для жены дочерей наряды покрасивее. Эву кто-то толкнул. Ой! Не путайся под ногами! Господин, ты на голову ниже меня, стало быть, это ты под моими путаешься? А Эва-то высокая, реально же. Ты! Он осекся, когда разглядел ее, и мы получили опять признание. Прикусил язык и ликонько кивнул. Не злись, красавица, если обидел. День плохой! Он пошел дальше. Прохожий принял тебя с богатую госпожу. Ну, слушайте, мы так одеваемся, что я сама себя принимаю с богатую госпожу. Ну, точнее, Эву. Реймс с тревогой спросил. Тут людно, каждого будешь высмеивать, если заденет. Этот вепрь меня чуть на землю не повалил, рука болит. Хм. Он дотронулся до локтя Эва и кипнул на край дороги. Иди тут, а я буду двигаться между тобой и прохожими. Хорошо, если так беспокоишься за меня. Ты настоящий друг. А, слушайте, у нас, наверное, ветка с Реймсом тоже может быть, да? Наверное, если я выберу за 19 алмазов, мне кажется, это будет что-то к любовным отношениям относиться. Давай ты настоящий друг выберем за 11 алмазов. А то я этому ослу обязательно высказала бы все, что думаю. Конечно. А потом 10 ударов палкой получила бы за дерзость. У него короткие ноги, вряд ли он догнал бы нас с тобой. Ничего, твой эпистад нас легко догонит, если поступит жалоба на наглых новоприбывших. Твой эпистад, заметьте, твой. Чего это он мой? Оттеснив Эву в сторону так, чтобы она шла по свободной части дороги, Реймс прикрыл ее с собой от толпы. А по чьей милости мы здесь? Поварковала с ним в переулке, вот он тебя и запомнил. И позвала я его туда сама, да? Реймс отмахнулся, только прошипел. Шагай по своей стороне, Эва, пока я добрый. Бесишь. Взаимно, милая. Ваши дружеские отношения налаживаются. Кто не знает, как заводить друзей, вот учитесь. Они оказались в самой гуще рынка. Фрукты, овощи, мясо, украшения, ткани. Здесь можно было найти все, что угодно. Эва взяла Реймса под руку, чтобы не потеряться. И украткой внимала, на что сетовал народ. Кружку ему об голову разбила, мая бы воля, крокодила бы съели. Что, прямо с подругой? Да, гиена проклятая. Эва переключилась на других. Вчера, может, хоть от них прок будет. Слышала, будто начальник этот богами отмеченный. Если хворь проклятие, прок, может, и будет. Ну-ну, какие боги у них там в Нижнем-то? Да те же самые. Угу, видимо, про Эпистата. На рынке обсуждали все подряд. Последние новости семейной драмы перемалывали знакомым Костей, и все это под чьи-то отчаянные попытки сбить цену. Обамы не говорят, белесом родится еще не божья благодать, пока все это выглядит как наказание. Муж с Красной Земли вчера явился, или живой? Мой брат бывал в пустыне, все вредит каким-то обитателям Красных Земель. И мой, и мой, им одно и то же на грани смерти чудится, да? Что за... Если еще раз ткнешь меня своим гадким пальцем, я каждую фалангу сломаю. Да чего, дурная торговка? Эва дернула Реймса за руку. Смотри, вепрь. Эва, ну и стой тут одна, никому твои дешевые камни не нужны. Мужчина смел рукой с прилавка часть камней, которые она продавала. Ты заплатишь! Ой, какая девушка прикольная. Зубы все целы, сейчас лишишься парочки. Исфет, не иначе, на каждую девушку бросается. Хм, помочь ей, давайте, Исфет, олицетворение хаоса и насилия в мифологии Древнего Египта. Давайте поможем ей за девятнадцатый алмазов. Ифтида шагнула вперед и обратилась к мужчине. Господин, вам себя совсем не жалко? Снова ты? За воровство придется потом отвечать. Воровство? Смеешь наговаривать? Камни снес, вот посмотрим, вдруг не хватает, откуда нам знать, что ты ничего не стащил? Эва покосилась на товар. Погляди, дорогие ведь, есть чем платить. Да, сейчас пересчитаю каждый. Своим поступком ты расположила к себе незнакомку, она запомнит это. Она мне по уху дала, а негодяй я по уху? Мужчина сплюнул и махнув рукой ушел. А ты зачем ударила его? Ты в порядке? В смысле, правильно она его ударила. Если бы кто-то вот так налетел на стойку с моими украшениями, я бы его тоже, блин, побила. Сфигали. Ты в порядке? Надо было ему и по-другому уху дать. Надо было. Она скрестила руки на груди и сказала, так ей приятно что-то того же мнения и мне тоже приятно. Его не камешки интересовали, а я. Пришлось объяснять доходчиво, что купить здесь можно только украшения. Эва с удивлением смотрела на девушку, которая была ниже ее на пол головы. Маленькая, симпатичная, особачилась не хуже любого мужчины. Агния, все нормально? Чего он от тебя хотел? Она кинула через плечо. Все хорошо. Агния? Агния из Аттики приехала в Фигу торговать. У Реймса округлились глаза. Аттика? Ты и Аника? Слышал про мой народ? Вы воины? Как их поискать? Мы были вынуждены. Но мне досталось лишь умение торговать и громко ругаться. С первым я бы поспорил. Хм. Я, кстати, вижу, там на полу валяется аметист. И, видимо, горный хрусталь. Что тут у нас еще? Кварц. Аттика. Там находятся Афины. Они теперь тоже принадлежат Македонии. Их завоевали, как и наш Египет. Империя Македонского росла на глазах. Эва была еще малышкой, когда все вокруг шептались, что войска вот-вот ступят на египетскую землю. Так и произошло. И в Тиде захотелось узнать об Агнии побольше, как оно там, в других землях. Красивые камни. Аттийские. Агния вдруг заливисто засмеялась. Ты смешная. Я привезла их из Долины Царей. У подножия холмов есть пещеры, где можно достать такие. Долина Царей это западный берег Нила, главный фиванский некрополь. Туда не так уж легко попасть. Реймс посмотрел на Эву, понял, что она пытается разговорить о Агнию. Но та лишь выгнула бровь и ухмыльнулась. Я умею добраться туда, куда не всякому дорога открыта. Она не из болтливых. Как завоевать ее доверие? Что-то купить или все дело в полезных связях? Но вообще-то нам говорили ничего не покупать. Нам же говорили ничего не покупать, правильно? То есть этот, как его Аман говорил, ничего не трогать, ни с кем не общаться вообще. Все дело в полезных связях, наверное. Верно? В том, чтобы договориться с лодочниками, нет ничего сложного. А много ли лодочников отправляются к западным берегам? Надеюсь, скоро мы и сами узнаем. Агния прищурилась. Лица новые. Вы не местные? С кортежем прибыли? Да, приехали на подмогу. Как у вас тут с заразой обстоят дела? Плохо. Может, вы чем помочь сумеете? Дальше тратить время на разговор не имело смысла. Они собрались возвращаться в поселение. Эва обернулась, чтобы глянуть на Агнию в последний раз. Она, скрестив руки на груди, пристально смотрела им вслед. Она плохая или хорошая? Вот пока непонятно. В поселении отряда Эва ждала неприятный сюрприз. Да, прямо в деревне? Скоро сам увидишь, сказала Фианоя. Блин. Пощади меня, Сет, и она тут. Исман словно почувствовал взгляд подруги, обернулся и помахал ей. Эми, иди сюда! Да, да, иду. На негнущихся ногах Эва подошла к нему, а следом за ней Рэйм. Пришлось обратиться ко всем богам, чтобы эта дурочка ничего не ляпнула. А ноги Исмана терлась мяу-мяу. Издавая тихое мурчание, она с удовольствием принимала ласку хозяина. Он заботливо почесывал ей щечки. Муррррр. Проходящие мимо люди с улыбкой и умилением смотрели на грациозное животное. Ни у кого и мысли не возникало, чтобы прогнать кошку. Эва, где пропадала? Эва, чудное имя! Эвтида. Рада знакомству, нам не хватает рук. Она мила со мной и делает вид, будто видит в первый раз. Значит ли это, что все прошло хорошо? Эва с Фианой разговаривали, изредка бросая взгляды друг на друга. А может, мы все хорошо сделали? Она помощница лекарей. Это не первый ее визит в Фиву. Фианой обещала показать мне здесь все. Да, это замечательный город, такой, какого мира еще не видал. Хм, я тебе веки зашью и будешь так таращиться на меня при всех. Ну, это мы подумали, конечно. Вы здесь уже обустроились? Да, я живу в хижине с охотниками. Судьба добра к тебе. Может, завтра она окажется милосерднее и Песта отдаст тебе задание попроще. Мне что угодно подойдет, лишь бы не слушать их хохот и треп обо всякой ерунде. Эва, вы гуляли только вдвоем бездии? А тебе что? Она спала до обеда. Истасковался? Истасковался, друг мой? А смелости самому ее найти не хватает. Любишь ты чушь всякую говорить имя. Не больше, чем ты задавать глупые вопросы. Я не знаю, где она ищи сам. Мне надо готовиться к завтрашнему дню и собраться с духом перед встречей с эпистатом. На этом Эфтида была готова завершить долгий день. А, мы, видимо, перенеслись в воспоминания Эвы. Одним грубым движением ее отшвыривает в стену. Она больно бьется спиной так, что перехватывает дыхание. Оно с хрипом вырывается из груди, когда Эфтида приподнимается на локтях и в страхе скидывает голову. Хорошие девочки так себя не ведут. Мужчина подносит к ее лицу руку и демонстрирует кровавый укус. Ты кто, собака или человек? За такое тебя ждет наказание. Разве ты не хочешь быть хорошей девочкой? Моей маленькой малышкой. А? Внутри у нее что-то взрывается и разрядом проходит по телу от макушки до пят. Пробудившаяся злость помогает ей найти силы подняться с пола. Не сводя глаз мужчины, Эва цедит сквозь зубы. Я не твоя малышка! Лицо человека меняется, на нем застывает жуткая гримаса. На губах больше нет приторной снисходительной улыбки. Нет? Я покажу обратное. Тебе понравится. Злость подобно неуправляемому огню разгорается сильнее. Ярость пульсирует, застит взор. Эва кричит. Нет! Все мутнеет перед глазами. Животное иступление оглушительно лопается. Ноги сами несут ее вперед. Эва слышит женский крик. Все вокруг олеет. Нет! Эва резко подскочила на постели. Это что? Это типа папа ее бил что ли? Не знаю. Непонятно. Она таращилась во тьму пытаясь восстановить дыхание. Сердце зашлось в бешеном ритме. Белье неприятно липло к телу. Она провела рукой по лбу и шее и осознала что вся взмокла во сне от страха. Опустила ноги на пол чтобы почувствовать прохладу под ступнями. Незримый бог очередной кошмар снова? Что это значит? Я слабею? Теряю силы черномага? Дия постель Дии была пуста. Что? Ну еще даже солнце не взошло. Сейчас глубокая ночь. А может Дия бегает к косману или еще куда-то? Или лунатит? Эвтида встала и подошла к ее от чего-то небрежно заправленной кровати. Значило это одно. Дия проснувшись куда-то очень спешила. Где ее может носить в ночи? И вдруг Эва задумалась о смотрителе деревни, о вопросе Исмана, о настойке. А, наверное, надо настойку поискать. Пока Дии нет, я могу пошарить в ее вещах. Разве это дурной помысел? Хочу лишь удостовериться, что она не попала в беду. Пусть хлещет тайком вино или пиво, если так спится слаще, но и бога. Эва посмотрела на дверь, выждала несколько секунд, затем спешно опустилась на колени и принялась искать. Тряпки, парфюмерные, финиковые масла, багровый жир для губ. Она хотела найти бутылек. С собой забрала. Эва приподняла хлопковый чехол, набитый соломой. Ее клали на постель, чтобы лежать было мягче. Ну, ладно. Я помню, что в деревне я лежала на соломе, мы с братом бегали, там в соломе копались. Честно, я что-то не помню, чтобы там было мягко, скорее все во все части тела просто впивается. Что ты прячешь под своей кроваткой, Дия? Вещи Дия. Ну, давайте покопаемся. Кусочки папируса, гребень для волос и слоновой кости и пустая склянка. Эва поднесла бутылёк к носу и принюхалась. Травянистый земляной запах. Ибога. Она осела, растерянно глядя в сторону. Зачем ты травишь себя? Ни один черномаг не перепутал бы запах ибоговой настойки ни с чем другим. Отвратительный вкус отвара словно въедался в язык. Когда они романты, будучи уже старшими, улавливали этот аромат, воспоминания тут же уносили их в юность. Настойка была на всех занятиях, многих рвало ею первое время. Эва нахмурилась и покачала головой. Незримый бог, я и сопереживаю. Мы соперницы? Если она вылетит, а это вопрос времени, мне же будет лучше. Ну ладно. Я не совсем понимаю, какие они соперницы, если во-первых, ну как бы Ди не настолько хороший специалист, а не романт, а во-вторых, в целом какая разница, главное быть самой хорошим специалистом и все. Я великий боги, я этого не хочу. Ифтида запустила пальцы в волос, с ее губ сорвался смешок. Не умела из нее шезму. Там в высших кругах такая борьба, такая конкуренция за сотрудничество с вельможами. Ни о каком сочувствии речи быть не может. А она развалилась на полу, загрустила. Посмотреть остальные вещи. Опять 19 алмазов. Блин, ребят, мы за каждую серию тратим столько алмазов, что просто вообще мама дорогая. Ифтида сбросила накатившее уныние и продолжила изучать вещи. Костяной гребень чистый, красивый, но на нем был короткий темный вьющийся волос. У нее волосы подлиннее, да и прятать гребень так далеко не имеет смысла. Чужой. Может, она выкрала его у кого-то, или она ходит тайком на задание. Вот, может быть. Или она проникает в свой собственный, хотя нет, это глупая идея, наверное, но вдруг Ибога, ну, она же вызывает яркие видения, и эта Дия пытается с собой что-то проработать. Вполне возможно. В общем, она взяла в руки папирус, разорванный на несколько частей. На них небрежным почерком было написано «Три часа от заката наше место. Я приду, но опоздаю, жди меня. На север от поселения, берег у высокого дерева. Восточная сторона храма. Избегай охотников, теперь они патрулируют коридоры. Она договаривалась с кем-то о встречах, и какие-то записки явно старые. Мы здесь всего вторую ночь. Ибога, тайны, чужой гребень. Что бы ни происходило, я не побегу ее искать. Мне жаль, Дия, но не настолько. Эва аккуратно вернула вещи. Так, ты узнала, куда именно Дия может ходить ночью, и это сыграет роль? Эва аккуратно вернула вещи под соломенный чехол за мгновение до того, как в окно их домика кто-то постучал. Она буквально подпрыгнула на месте от неожиданности. Храбрейшая, блин, храбрая Эва. Это не Дия. За окном раздался голос. Я видела, ты не спишь, выходи. Уэв заклокотала в груди. Фианоя? Да! Ослышаться она не могла. Фианоя была достаточно истерична, чтобы не постесняться закричать. Эвтида поплелась к выходу прямо так, босая. Она от нас не отстанет, видимо. Выйдя наружу, она поежилась от ночной прохлады. Чего тебе? Знаешь, даже не смей просить меня о новом одолжении. Если пришла с еще одной просьбой, то сразу уходи. Мне не нравится такое положение дел. Мне не нравится. С какой стати ты думаешь, что я обязана выходить к тебе среди ночи? Чего сходу на меня набрасываешься? От тебя добра не жди. Еще как жди, я пришла с благодарностью. А? На губах Фианой заиграла довольная улыбка. Я ничего не чувствую к Ливию. Что? Ну поздравляю, блин. О, мы получили признание. Ты что-то сделала со мной, теперь я ощущаю себя отлично. Скоро мне предстоит встретить Ливия, а я даже не могла отвести. Все думала о нем, о его запахе руках. Давай покороче. А теперь мне все равно. А я рада за тебя, правда. Я буду советовать тебя всем, кому потребуется черномаг. Без имен, конечно. Спасибо тебе. Ты хорошо справилась, обрезать красную нить было верным решением. Ну это было легко. Красная нить это страсть. Что тут сложного? Отлично. Не было смысла лишать ее других чувств, поскольку любовь между ней и Ливием отсутствовала. Все, что их связывало, это регулярные сейти, иначе воспаленная от вина сознание Фианой отправила бы меня к любому другому объекту ее желания. Но она выбрала Ливия, значит страсть между ними была настоящей, и именно она мешала Фианой забыть его. Я хочу тебя поблагодарить кое-чем. Чем? В нашу первую встречу ты выбросила свои вещи в Нил. Тебе есть в чем выполнять заказы? Не забивай голову чужими заботами. Уж позволь забить. Наша местная ткачиха Нейт, я попросила ее сделать несколько накидок. Ей не сказала зачем, разумеется, но она в долгу была и не стала спрашивать. Эта девочка умеет принуждать. принесла тебе накидки. Выбери ту, что по нраву. Раз уж по моей вине ты лишилась вещей, за две платить не надо. Одна из них мой подарок. А за те, что покрасивее придется. Нейт потратила на них дорогие материалы. Показывай. Так, необычная накидка. Слушайте, красив выглядит. Подарок Фианой. Ну, обычно. Старая накидка. Блин, старая накидка выглядит отвратительно. Просто как бомжа. А, мы же в ней ходили. Да, бомжатская накидка. И красивая накидка. Слушайте, мне нравится необычная и красивая. красивая, потому что у нее еще на ноге. Тут вот еще змейка. Короче, блин, шикарно. Так, необычная. А нельзя все забрать. Мне нравится необычная и мне нравится красивая. Ну, давайте я красивую возьму. Боза, какая красота. Ну, просто вообще она супер, супер круто сейчас выглядеть будет. Короче, мы эту накидку теперь будем надевать на заказы. Эва покрутила ткань в руках, затем свернула и взяла подбок. Потом пришью себе внутренний кармашек. Удачно подышать воздухом вышло. Девушки вдруг услышали звуки шагов. Присели, чтобы скрыться в тени. Кто там? Не видно. О, из хижины лекаря вышла Аман. Ну, конечно, кого мы можем в среди ночи, ребят, встретить с полураздетого Амана? Он и так-то ходил не особо одетый, а тут вообще в ночнушке, как говорится. Голый разгуливает. Фианоя в этот момент уже тихонько кралась к другому дому. Ты куда? Куда? К себе! Попадусь ему на глаза после полуночи, пристально следить будет, не пустит больше никуда. Она ушла, но ее светлое платье было очень хорошо заметно в темноте. Стоять! Чего разгуливаешь в такое время? Я про проблемы со сном господина. Уже бегу обратно. Аман даже не успел отдернуть Фианою, как ее и след простыл. Он медленно перевел взгляд туда, откуда могла идти Фианоя, и его испытывающий взгляд наткнулся на Эву. Спасибо, подружка помогла. Аман не сразу понял, кто стоит у дома, прищурился, пытаясь рассмотреть лицо. Ну, конечно, не понял, блин. Затем выпрямился и скинул брови, тяжело вздохнув. Мне в пору вести учет Эвтида, как часто я ловлю тебя ночью. Почему неугомонная такая? Это из-за Фианои? Я думаю, не будем ее подставлять, просто скажем мне не спится. Плохо переношу смену обстановки. Эпистад неспешно подошел ближе. Ночью. Осмотрел Эвтиду с головы до пят. Заметил, что на ней лишь одежда для сна. На нем одни штаны. Куда глаза-то деть? Так он, блин, всегда в одних штанах, ну и в этих подплечниках своих ходит. Вижу и правда, только из кровати выбралась. А в руках что? А, это ткачихи Нейт сделала для меня. Мало ли, какая работа предстоит. Такая одежда тебе ни к чему. Ты только для летописи годишься. И то, годишься ли, завтра проверим. Он протянул руку Кэви. Отдавай. Накидку? Так, так, стопэ, амен. Мы вообще-то за нее деньги заплатили, я что-то не поняла. В смысле, мы тебе должны отдать свою одежду, которую мы купили? Да, будет нужна, верну. Исфет, это несправедливо. Но, господин, если она мне понадобится, придется лишний раз дергать тебя. А ты человек важный, занятой. А почему она к нему, кстати, на ты обращается? Разве, не знаю, уважительней было бы на вы? Уж найду минуту-другую. Но ведь будет проще, если... А давай, сейчас. Глубокой ночью свои вещи не забираю, Афтида. Если ты не считаешь это странным, то у меня к тебе еще больше вопросов, чем было. Ипистад указал на небо. Ночью змея поп вершит все свои злые дела. Если именно ночь у тебя тянет на приключения, это о многом говорит. Но он, кстати, в этом прав. Я понимаю, что странно приплетать сюда астрологию и так далее, но если в это верить, то есть у нас типа добрая энергия, Селена, и злая энергия, скажем так, темная энергия, Лилит. И вот темная энергия это там все, колдуны пользуются ею, всякие там магии, черномагии и так далее. Вот. И типа Лилит дает энергию на это, но при этом Селена слабеет. А Селена это добро, это типа вот это вот все, что связано с хорошими делами, с хорошими поступками. Поэтому обычно светлые магии, светлые всякие там люди работают днем, а ночью спят, чтобы быть в безопасности. так что он в чем-то прав. Как бы черномагии не стали бы с утра пораньше вершить свои дела, поэтому он, конечно, ее подозревает. Хотя, знаете, ребята, у меня возникает ощущение, что Аман не подозревает, а как будто Аман знает, что на самом деле Рэйм, как его там, Рэм и его ученики на самом деле черномагии. Мне кажется, Аман все-таки у него чутье-то хорошее, пестатое чутье у него, вот, и мне кажется, он давно догадался, просто Эва ему нравится, и у меня есть подозрение, что он просто не хочет в это верить, и поэтому ее не казнит и не выводит на чистую воду. Почему я должна это делать? Не хочу. Хотя заберет в любом случае, но не отдам хоть силой забирай 51 алмаз. Ну ладно, давайте возьмем. Ее слова повисли в тишине. Аман несколько секунд молча смотрел на Эву. Это, кстати, тоже своеобразная такая игра в отношениях. Эпистат привык получать все по одному приказу, а тут Эва ему дерзит. Конечно, он сейчас влюбится в Эву по уши, даже несмотря на то, что она будет черномагом. Его брови медленно поползли наверх. Я не ослышался? Господин, ты уважаемый человек, а я верю, что справедливый. Я не работаю, учусь, у меня не так уж много монет при себе. Мне хотелось эту накидку, да даже просто в сундуке держать, что с того? Преступление ли? Аман шагнул Кэве ближе. Отступить она не могла. За спиной была стена дома. Эвтида, побойся богов, отдавай сюда. Эва не знала, отобрать у нее накидку просто дело принципа или Аман действительно считал это необходимостью? Не отдам. Еще одно слово и я привяжу тебя у дома, как собаку. Будешь дальше своей тряпки ревностно сторожить. Аман. Прости, конечно, но это уже похоже на шибари и на какие-то интимные игры. Он был близко. Слишком близко. Светло-голубые глаза потемнели под куполом ночи. От обнаженной кожи исходил уже знакомый аромат гранаты мирта. Эва резко отвернулась волосами хлестнув Амана по лицу. А? Убегать слишком дерзко. Я зацепила его своим поведением. Фианой повезло. Но не заберет же он свои вещи силой. Не свои, точнее, а мои. Рядом с лицом Эвы промелькнула рука Амана. Он с грохотом уперся ею в стену дома. Слушайте, ну, господи, он выглядит реально как будто он какой-то бог, а она обычный человек. Реально, он какой-то громадный просто, как будто он два метра ростом, а она там сколько, метр, метр семьдесят. Она оказалась в ловушке. Его низкий голос прозвучал почти у самого ее уха. Глупая девочка, какую правду ты отстаиваешь. Я наблюдаю за тобой с первого дня в Гермополе. Чем больше ты суетишься, тем сильнее привлекаешь внимание. Вместо того, чтобы исполнить мой приказ, противишься. Так в этом и есть суть, Аман. Если не привлекать твое внимание, как мы с тобой будем строить отношения? Как же с тобой поступить? Уэва затряслись под жилки. Она боялась ему ответить. Аман пообещала еще слово, и он привяжет ее. Может, то было лишь запугивание, но когда он был рядом, такой грозный, пышущий недовольством от ее неповиновения, Ифтида могла поверить во что угодно. Молчишь? Она вздрогнула, когда сильные пальцы схватили ее за подбородок и повернули к себе. Они вновь посмотрели друг другу в глаза. Ну ладно. Он ей чуть шею не свернул. И боишься. Эва Иф-2 заметно кивнула. Тогда делай, что велено. Крупная ладонь переместилась с подбородка на плечо. Аман дернул девушку на себя. Вот в этот момент я, конечно, понимаю, что, возможно, у Амана нету жены и там, или как, не знаю, к девушке, потому что немножко грубовато себя ведет. Она спиной прислонилась к груди Амана. Свободной рукой Пистат с легкостью вырвал сверток. Почти не ощущая земли под ногами, Эва спешно отошла ближе к стене. Завтра после заката явишься к моему дому. Прости, Аман, что? Не ты ли сказал, что Змея Поп вершит самые темные дела после заката? Что? Придумаю наказание. Это отводит тебя от пререканий в будущем. Эва недовольно посмотрела на него. Заодно лишь подобное выражение лица тебя уже можно высечь. Вас, Писаре, верно и не наказывали ни разу. Ничего, исправим. Все ясно. Придется ответить за свое поведение лично перед Аманом. Теперь тебе доступна скрытая сцена. То есть он нас бить будет, что ли? Ясно. Аман развернулся и направился к своему дому. Тяжелые шаги постепенно удалялись. Будь ты проклят! Эва вернулась в дом, испытывая такой ворох чувств, какой не утихнет до самого рассвета. На рассвете все поселение было уже на ногах. Кухарки, ткачихи и патрульные охотники остались во дворе. Остальные быстро собрались, позавтракали, затем группами отправились в главное место в величественный храм Аммон-Ра. В просторном коридоре Аман выстроил всех и принялся раздавать назначения. Ему помогал Тизиан. Вы поделитесь на отряды, каждый день будете выполнять определенные задания. Начнем с охотников. Затем очередь дошла до других. Исман, как и предполагалось, должен был стать помощником опытных лекарей. Дию прикрепили к его группе, чтобы она записывала ход лечения и результаты. Ифтиду и Реймса отправили в разные группы охотников. Они должны были фиксировать все этапы и события в процессе поиска черномагов. Охотники планировали изучать проклятие и по свежим следам искать тех, кто может быть причастен к распространению черной заразы. Фараон хотел в будущем объединить все записи в одну летопись, чтобы потомки и жители Египта знали, как удалось победить хворь. Напоминаю о запрете употребления местной еды, если узнаю, что кто-то нарушил не только будут помогать жителям, но и вести практику с более опытными врачами. А теперь займемся делом. Он и Тизиан принялись раздавать задачи охотникам. Пока выдалась свободная минутка, Эва и Сман идея собрались вместе. Не буду спрашивать, где она была, вокруг столько людей, это плохая идея. Утром Эпистат заходил в нашу хижину и сетовал на глупую непокорную Неферут, которой своей головы не жалко. Что? Эми, то, что я услышал, правда? Зачем он пришел к вам? Старшие лекари регулярно снабжают его чем-то, неважно. Так вот, Эва, я поинтересовалась у Эпистата, о чем он толкует, а он спросил у меня что-то вроде высекают ли вас в Гермополе за дерзость или безответственно спускают все с рук. Незримый Бог, Эва, что такого ты ему сделала? Почему сразу я? Он говорил о прибывших из храма Тота и молодую девушку. Ифтида уклончиво ответила, я выполнила условия нашего спора. Видит, Ра, в тот момент это последнее, о чем я вообще думала. И это все ради спора? Не делай так больше, то была лишь шутка, сейчас же бестолковый риск. Но когда Ди и Эсман переглянулись, они выглядели скорее восторженно удивленными. Ага, радуетесь вы, а наказание получать мне. Ты победила в споре и впечатлила друзей. Нафига непонятно, но ладно. В коридоре возник Рымао с младшим братом Реймсом. Ифтида, Дия, следуйте за мной. Ваше место в библиотеке. Аман проследил за тем, как они уходят. Тизиан, пойдешь сейчас со мной. Обширная библиотека при великом храме Аммон-Ра славилась своими ценными экземплярами. Книга мертвых, папирусы с заклинаниями, свитки о болезнях, ходе войн, старых и новых законах. Наставник указал на столы и стулья. Здесь будете работать. А вон там каморка с папирусами, чернилами и тростниковыми перьями. Рымао был категоричен, краток и казался изможденным. А, Рэм, что-то случилось? Ты сам на себя не похож. Новые обязанности изматывают? Нет, здесь просто все совсем иначе, чем в Гермополе. Мы не будем обсуждать это сейчас. Просто делайте то, что я велел. Во всем слушайтесь охотников, потому что вам завтра предстоит непростой день. Какой день? Мы поплывем на западную сторону Нила. Там нас ждет другая часть отряда. Все четверо обернулись. Верно, в главном некрополе есть для нас работа. Главный некрополь Фив, долина царей и цариц, великое захоронение правителей Египта. Это все? Это конец серии? Ребят, но это будет интересно. Я думаю, что будет реально интересно. Что ж, у нас пока ничего особо не прибавилось. И мы еще с вами в равновесии между Аней романтией и некромантией. Ну что ж, ребята, если вам понравилась серия, то обязательно поставьте пальчик вверх, еще подписывайтесь на Бусти, ну просто для того, чтобы поддержать канал, плюс там я серии выкладываю в первую очередь, потом заливаю их сюда на Ютуб, поэтому если вы хотите, прям вот свеженькое сразу видеть, то подписывайтесь. Хотя я не знаю, насколько там уведомления можно ставить, чтобы следить. Ну короче, ладно. Если хотите поддержать, подписывайтесь. Если не хотите поддержать, то чего тут делаете, вообще непонятно. Серьезно, блин, для всех, кто выкладывает на Ютубе, что-то важно, чтобы блокать реакция. Итак, по поводу Амона. У меня реально есть такое подозрение, что Аман прекрасно знает, кто они такие, просто он не имеет доказательств, и поэтому сейчас не делает никаких решительных шагов. В принципе, я думаю, если бы мы не предупредили в прошлой серии своих друзей про то, о чем говорили Аман с другим охотником, вполне возможно, они бы нашли накидки, и подозрений было бы очень много, и там, возможно, как-то по-другому история бы развивалась. Но я точно не знаю, если вдруг вы не брали платный вариант в прошлой серии, не подслушивали Амона и охотника, напишите, пожалуйста, как идет развитие в следующих сериях. Что касаемо Ифтиды, я думаю, что все-таки Аману она нравится, то есть он понимает, что она все-таки, наверное, черномаг, из-за того, что она постоянно попадает, знаете, в тех местах, где что-то происходит с черномагами, везде она. Я думаю, он понимает, просто она ему нравится, и он не хочет в это верить, может быть, или, не знаю, или просто из-за того, что доказательств нет, он пытается как-то себе объяснить, что она на самом деле не черномаг, а просто глупая молодая девочка, которая еще не умеет себя правильно вести, не знает, как вообще общаться с такими, как он. Пишите, что вы думаете на этот счет. Мне кажется, все-таки я права, и у него подозрения эти, есть. Прям вот он, думаю, понимает, что все-таки Эва тут замешана. Ну и, конечно, мне интересно, какие у нас там еще будут фавориты, кого нам еще предложат, но, честно, кроме Амана, я пока не вижу других, прям, явных фаворитов, с которыми бы хотелось строить ветку, потому, потому что это забавно всегда. Она черномаг, он охотник, как у них там будут складываться отношения, что вообще будет происходить, будет ли он ее защищать, или все-таки он не наступит на свои принципы, и будет их придерживаться, и всех казнить нафиг. Непонятно. Ну, я думаю, что все будет хорошо, это же игровая история, не может же она быть настолько кровожадной. Хотя, вспоминая Кали, может. Ладно, друзья мои, до новой серии, пока-пока.